Привет, друзья! С новым экспериментальным видео к вам сегодня я. Лето, пора отпусков, все оставляют свои растения дома, и я в том числе их оставила в одиночестве. Никто за ними не следил, не смотрел, они были в одиночестве. И как вы думаете, с чем они занимались в одиночестве? Проказники такие. В общем, когда я пришла и обнаружила то, что они размножались, представляете? И дело здесь, конечно же, не обошлось без пакетов. В общем, об экспериментах и неожиданных наблюдениях я расскажу вам на этом видео. На видео речь опять будет про пакеты. Они в очередной раз меня удивили. Раньше я записывала видео с пакетами, как я применяю их для фикусов, для того, чтобы фикусы были пышными. Можете, кстати, посмотреть у меня на канале. О том, как я оставляла растения на время отпуска в прошлом году, я показывала на видео. В этом году я решила еще одну методику попробовать. Зрительница мне написала в комментариях, что она оставляет свои растения политыми и просто в пакетах. Я решила это проэкспериментировать, попробовать. И результаты нахождения растений без моего участия в одиночестве и в пакетах дома, результаты их жизни я решила записать на видео, можно ли и какие растения оставлять в пакетах. Вы сделать такие выводы сможете самостоятельно. Я вам покажу, что с растениями случилось. Пакеты в этот раз я использовала не только для фикусов, но и для других растений. Некоторые растения получили удовольствие от нахождения в пакетах, а некоторые, наоборот, не одобрили и превратились в небольшие водоросли. В пакетах растения я оставляла небольшие, в горшках, которые до полутора литров. Огромные растения я в пакеты не оставляла. Я их сажала на колбочку. Дальше покажу вам любимые. Я люблю с автополивом. Это у меня горшки такие для фикусов. Фикусы спокойно две недели могут в них простоять. Их всего лишь нужно сносить в душ, чтобы у них крона была влажная, почва была влажная. И до полного налить вот здесь, вот в это отверстие. Если вы их оставите, когда плюс 40 и на прямых солнечных лучах, то влаги точно не хватит. То есть такая влага, вот этот горшок рассчитан на то, что будет хорошее освещение без пекла. На две недели вам таких горшков хватит. И традисканцы. Традисканцы я оставляла вот в этих горшках без дополнительных автополивок, только вот который встроен в этом горшке. Предварительно я их полила и залила сюда жидкость до полного. И они у меня так простояли тоже 11 дней. Ссылки на горшки я оставлю в описании. Остальные небольшие литровые растения я оставляла в пакетах. Где-то пакеты были плотнее завязаны, где-то плакеты были немножечко открытые. Подробнее я дальше на видео покажу. Результаты, как растения себя чувствуют, можете посмотреть. Они в целом все живы. Даже то растение, которое там будет на видео, которое себя плохо чувствовало, оно дальше принялось расти. То есть я его подстригла, декоративную прическу ему навела. Как вы видите, несмотря на то, что некоторым растениям там было плохо, сейчас они чувствуют себя хорошо. Каким-то вообще очень даже зашло, потому что они начали выпускать новые листики. Покажу вам дальше на видео. Очень сильно вспотел, пакет был завернен плотно. Здесь у нас хоя. Сильно плотно заворачивать пакет не нужно, потому что у нас проснулись корни, вся хоя в корнях. Нифига себе. Ее сейчас можно шинковать, нарезать и укоренять, кстати. Хороший способ укоренить и такой, завернуть на неделю в пакет, у вас будет куча корней, куча воздушных корней после недели нахождения в пакете. Почва до сих пор влажная, пакет видели, какой был вспотевший. Можно до сих пор не поливать, прошло 11 дней. Сингониум тоже вспотел, но не так сильно, потому что у него здесь была вентиляция. Нормально себя чувствую, почва тоже до сих пор влажная. Листик один вот выпустил во влажном пакетике. При высокой влажности и сильно закрытом пакете без кислорода, листья начинают желтеть и быть бледно-зелеными. В закрытом пакете повышенная влажность и листья растения становятся более пушными. Неплотно закрытый пакет, хоя без корней получается. Здесь оптимальный вариант, это значит пакет сверху не закрывать. Здесь влажная почва, просто влажная почва, которую можно еще, наверное, неделю головы не поливать. То есть спокойно на 2 недели можно в незакрытом пакете оставлять. Опять еще одна хоя, также незакрытый пакет, без капелек прения, без конденсата. Почва влажная в целом, корни, корни, ну здесь попросыпались корни, потому что она на почве лежала, тоже проснулись воздушные корни. Это еще одна хоя. Хоя также просто стоит в пакете незакрытым, без конденсата. Здесь она как себя чувствует, прекрасно. Стоит вам все нормальное растение также, может 2 недели в таком виде, а то и больше прожит. В этом тремном, тоже пакет был не завязан плотно, то есть воздух в нем циркулировал, нету конденсации жесткой. Почва влажная, то есть спокойно в таком виде растение пробудет 2 недели. Он корни дали. Корни тоже пустил, ему такой влажности, видать, хватило. Я их здесь прикопаю, и он у меня по кругу будет, значит, расти, либо отрежем. Вот, в целом растение хорошо себя прочувствует. Здесь тоже вспотевший пакет, конденсат. Сейчас мы увидим, сколько у этой хои. Чего? Именно эта хоя просто много листьев нарастила в такой влажности. У нее нет воздушных корней. Именно этот сорт хоя. Хоя понравилась, высокая влажность. Сентапсус. О, вижу листик новый. Немножечко вспотел, но тоже пакет был не закрытый плотно. Пустил корешок. Влажности ему хватило, чтобы пустить корешок. А тут вообще в землю даже. Тут корешки даже в землю ушли. Закрытый пакет. Это мамстера. Не вспотела почему-то. Не вспотела мамстера. Ну, посмотрим, что тут. Корней тоже напускала. Это церапегия. Закрыта, открыта была. Завязана была, не вспотела. Ну, здесь есть гнилые листочки, которым влажность не очень нравится. Мошки. Мошки, гнилые листочки. Ей такой вариант не подходит. Сингониум. Забыла сорт, как называется. Корешок тоже пустил. Вот он. Корешок пустил. Корешок пустил Сингониум. В целом не вспотел. Нормально себя чувствует. Нравится даже здесь вот корешок есть. Хуже всего в пакетах почувствовали себя традисканцией. Отпечатываем антуриумы, которые у меня переукореняются. Которые я спасаю. Завязанный пакет, обратите внимание. А еще в этом завязанном пакете, у меня посаженный в перлите, он у меня пленкой завернут. То есть влажность получается на листья не попадала, она была только в корнях. До сих пор влажный. Гебазису очень плохо в закрытом пакете. Гебазис и все традисканцы в плотно закрытом пакете плохо себя чувствуют, они подгнивают. То есть у них даже на некоторых я распечатывала, а там появилась плесень. Антуриум просто был в пакетах, не запотевший, то есть воздуху циркулировал. В целом вот. Даже цветочки нарастил. Но, наверное, его стоило меньше полить, потому что... Ну, здесь, кстати, корни попрабуждались тоже у него во влажности. Любит антуриум влажность. Тут корешки в землю напускал. Цветочки дальше развиваются, выросли. В целом он не загнил, но я вижу переувлажнение именно в корнях. По листьям все нормально. По листьям не загнили. Обраста антуриума. Экспериментальные антуриумы, которые я спасаю. Они у меня здесь кто-то посажен в прилито, кто-то в этот целый грунт или как-то минеральную почву. Вот. Корни продолжают вроде бы развиваться, но здесь появилась плесень и гниль небольшая. В общем, на поверхности камушков появилась плесень. Вижу, что корни живы. Вот. Но тоже на поверхности плесень. То есть у всего вот этого пакета была на поверхности плесень. Вот. А у того не было. Это традисканция. Но она у меня не плотно завязана, а просто пакетом была накрыта. Просто сверху накрыта пакетом. Вот. Ножки вылетели. Влаги, значит, там больше, чем надо. Ну, это да, вот видно, что они подгнили. Влаги больше, чем надо. То есть побольше вентиляции надо и не так сильно обильно поливать. А я, по-моему, полила и еще и вниз налила. Парео желтый. Просто был с пакетом сверху надетым. Высокая влажность способствует быстрому росту, вот так можно предположить. И он такой более бледный стал. Его нужно сейчас на солнце, чтобы он опять пожелтел и стал ярко-желтым. Фикус, который я накануне обрезала. Накануне обрезала, пакет завязанный. Вот. Конденсата высокого нет. И что мы видим? Та-дам! Мы видим. О, во влажности побег проснулся. В высокой влажности проснулся побег вот здесь на листике. Я его накануне обрезала. То есть у него появился вот этот побег. И за 11 дней еще вот из листочка начал вылазить побег. То есть, скорее всего, высокая влажность и способствует поветвлению и такого фикуса эластики. О, вот здесь вот, смотри. Вот здесь вот тоже полезла боковая веточка. Вот здесь фикус. Фикус просто в пакете надет, не сверху. Сейчас посмотрим эластика. Что у него тут в высокой влажности нового? Ничего. Мошки-то полетают. Значит, его надо обрезать, чтобы у него проснулись боковые побеги. Но ничего, листочек, наверное, только новый. То есть, тот же сорт, получается? Тот же сорт, да, только влажности было меньше. Этот сверху был закрыт, а этот не был сверху закрыт. Вот. Горшок до сих пор влажный, что тут, что там. То есть, 11 дней в пакете простояли фикусы и нормальные. Это у меня конториум. Сверху был закрыт. То есть, влажность там, что мы видим. Цветочек здесь у нас все. И что мы здесь видим? Появился новый бутончик в лес. В целом-то нормально здесь все дела. В целом, нормально дела. Растение еще бы постояло. Ну, не знаю насчет недели, но постояло бы. 14 дней в закрытом, почти что закрытом пакете, политый анториум может простоять. Открываем это, по-моему, от Упремум Marable Queen. Белый такой, красивый. Ой, сколько воды в нем, конденсатор в пакете. Испарилась. То есть, я его хорошенечко обильно полила. Корней вот здесь навылазила. Но вроде корни не гниют по внешнему виду. Здесь у нас молодой Побед. Ой, господи. Он тут из почвы начал расти. Из почвы начали проклевываться новые точки роста. Из почвы повылазили. То есть, я его прикопала, как бы, черенок, да. Ну, не черенок, а стебель этого Победренума. Я вкопала в землю. И оттуда, получается, точки роста повылазили наружу в такой влажности. Вероятно, корни там проросли у этого стебля. В общем, этому растению нормально пакет зашел. Пакет и просто полив зашел. Каладюм. Каладюм. Он просто поставлен был в пакет. И что мы видим? Что мы видим? Вроде ничего живой. Просто политый, кстати, сухой. Каладюм здесь уже суховатый. Его нужно будет поливать. Но в целом, он как бы выжил. Не сказать, что идеально. А, нет, вот здесь плесень вижу. Плесень вижу на листьях. Плесень вижу на листьях. Почва сухая. Может быть, его стоило как-то и по-другому оставлять. Коллизия конгеста зеленая. Ей влаги, судя по листьям, не хватило. То есть, я просто вот так подзакрыла пакетом. Ей влаги не хватило. Придется ее сейчас поливать. Пересохла. Полью, но не факт, что она живет. То есть, здесь, скорее всего, надо было пересадить растение в большую емкость, чтобы она не успела просохнуть. Что вот это вот такие синюшные листья, это значит, что она подсохла. Здесь еще одна экстрадисканция аурея. Там что-то корни появились, но слишком влажно. Там я вижу гниение некоторых. Плесень появилась. И на мелких элементах растения присутствует плесень и гнильца. То есть, как бы не надо было закрывать. Экстрадисканции, если завяжешь, то они гниют. А если вот так раскрыты, то они подсыхают. Но не все, кстати, не все так. Какого-то универсального способа, кстати, для традисканции-то нету. Но тоже подсохла, надо полить. Бледные листья на 11 дней, незакрытый пакет, этому сорту не подходит. Традисканция Квексильвер. Этому сорту подошел просто незакрытый пакет. Ну и то даже ему это было слишком влажно, судя по листикам. Вот. Полить нужно, кстати. Побледнела ее, и листья более такие трудно поднявшие. Традисканция Pinkfari. Как повлиял на нее пакет? Она просто стояла у меня в пакете. Повлиял так, что, во-первых, она бледная стала, во-вторых, она загустилась. То есть повышенная влажность, наличие пакета поспособствовало ее загущению. Но не сказать, что она это любит, потому что у нее листья такие какие-то стали. Ну, из-за влажности мягкие, излишние, закрученные, да? Но, тем не менее, она загустилась и вытянулась. Вот. Ее стало значительно больше за 11 дней. Вот такая история с ней. Интересная, кстати. А то медленно растет, медленно растет. А тут в пакете постояло, и ее стало много. Так вот, вот, хоба, и ты делаешь вводы какие-то интересные. Ну, просто в пакете ты видишь, что каким-то растением это зашла история. Вот это растение терпит, слишком много влаги сразу, а каких-то нет. Вот подстрижем, реанимируем. Трава быстро растущая. Вот так вот выглядит. Тоже ее нужно полить, потому что цвет листьев говорит, что она нуждается в поливе. Традисканция... Спринк... Нет, не спринк, а спритность. Она себя вот именно это нормально чувствует. В незакрытом пакете. Влага тоже уже нужно поливать, но в целом не катастрофически. Она что-то случилась страшного. Просто полить и все. С традисканциями делала вывод, что их лучше оставлять на фитильном поливе, либо о автополиве каком-то. Потому что есть и горшок с автополивом, и он нормально выдержал 11 дней. Какое понимание дает нам это видео? Это то, что если вы хотите сразу и много укоренить хой, или фикусов, например, или эпипремнумов, которые благоприятно отреагировали на пакет, можете поставить это растение в пакет. Пакет немножечко так вот завязать, чтобы там началось брение, повышенная влажность, которая спровоцирует у них рост корешков. И потом просто берете, настригаете, что хую, что фикус. Корешки вот они остались, они не отсохли. Настричь я ее не стала, потому что мне нужно длинное растение. История про пакеты со мной давно, и я неоднократно показывала на видео. И под видео с пакетами, где я их использовала на фикусах, мне писали комментарии о том, что кто-то надел пакет на фикус, и у них образовались корни, много корней по всему фикусу. Получается так, что если вы одеваете пакет, и там недостаточно вентиляции образуется, то образуются корни. Если вы хотите у фикуса, чтобы образовались листочки, а не корни, вам просто нужно не так плотно затягивать пакет. Но если вы хотите сразу фикус размножить за 11... Девушка писала, что за 2-3 недели у нее образовались корни по всему фикусу. Если вы хотите сразу много фикусов, то вы просто одеваете и плотно укутываете фикус в пакет, и у вас за 2-3 недели будет куча корней по всему фикусу. Вы его просто нашинкуете, и у вас будет очень много фикусов. Точно так же, как и с хоей. Если подытожить, какие растения можно оставить в пакете без вреда, по моим наблюдениям и экспериментам, у каждого они могут быть свои. И это то, что в следующий раз я оставлю небольшие хои, я оставлю небольшие сциндапсусы и припремнумы, то есть все из семейства аэроидных. Антуриумы тоже оставлю, потому что они в целом благоприятно отреагировали на пакет. Точно не оставлю я больше в пакетах традисканции. Я для них буду использовать автополив, скорее всего, на колбочки или капельные другого вида. Потому что традисканциям повышенная влажность не зашла. Кстати, традисканция пингфари. Мне ее пришлось обработать, я ее начеренковала и воткнула обратно. И теперь она в целом прошел уже месяц с момента, как я сняла пакет. И вот она была похожа на такую вытянутую водоросль. Вы можете видеть, она в целом-то отошла. Вроде бы ничего страшного, но это все равно лишние траты времени для того, чтобы восстанавливать растения. Поэтому проще использовать другой автополив. А вот хои, да, это даже очень интересно. Можно сразу было нарезать и 50 хои получить. Фикусы тоже можно оставить в пакете. Из-за того, что они находятся в пакете, влага меньше испаряется, и растение там само себе функционирует. И вот еще про автополив. Традисканция, да, не только у меня в тех горшках, которые я вам показывала, латина, по-моему, бокс, что ли они называются. Я еще вот в таком оставляла с автополивом. Тоже полила и здесь заполнила контейнер. Убрала с палящего солнца, то есть немножечко она у меня притяненная была. И в целом оно так простояло 11 дней, это растение. Так что можно сказать, что горшок с автополивом, небольшой даже который, можно оставлять до двух недель. В целом-то для длительных отпусков, конечно же, там другие устройства, системы нужны. Там, скорее всего, колбочки больше подойдут. Для более длительных отпусков вам нужны будут такое устройство автополива на колбочках. У меня уже такая немножечко бэушненькая. Но если у вас более длительный отпуск, то вам потребуется вот такое устройство для автополива. Одна часть помещается в бачок с водой, другая оставляется в растение. Где-то от полутора литров, для горшков от полутора литров. На горшок там где-то уже 5 литров, нужно будет две вот таких вот колбочки. Длительность самостоятельного полива растений будет зависеть от объема емкости, в которую вы поместите вот этот вот наконечник. Будет там 10 литров, ну значит будет 10 литров, пока все не запьет растение. Еще внесу одну такую небольшую интригу для следующих видео. Это палка от фикуса, из которой я хочу вырастить пышный фикус. Она была полностью голая, полностью без веток. И кто-то в комментариях писал, что как вырастить из палки от фикуса пышное дерево. Я пытаюсь это сделать и запишу для вас отдельное видео про фикусы, что я с ним делала и как он докатился до такой жизни, что фикус стал просто палкой. До новых встреч!